Книга «Открытым оком», тема работы, том 1, вопрос 161. Как человеку избавиться от лености? Расскажите об этом подробно, так как вы кажетесь человеком, имеющим ревность и усердие. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин, Сирахова 4, 33. Не будь скор языком твоим, и ленив, и не родив в делах твоих. Сирахова 22, 1, 2, 6, 9, 6, 11. Грязному камню подобен ленивый, всякий освищет бесславие его. Воловьему помету подобен ленивый, всякий, поднявший его, отряхнет руку. Притча 6, 6. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым. Да коли ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник. Если же будешь не ленив, то как источник придет жатва твоя. Скудость же далеко убежит от тебя. Притча 10, 4, 26, 12, 24. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его. Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет подданью. Притча 12, 27, 13, 4, 15, 9. Ленивый не жарит своей дичи, а имущество человека прилежного многоценно. Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится. Путь ленивого, как терновый плетень, а путь праведных гладкий. Притча 18, 8, 19, 24, 24. Ленивого не злагает страх, а души женоподобные будут голодать. Ленивый опускает руку свою в чашу и не хочет донести ее до рта своего. Ленивец зимой не пашет, поищет летом и нет ничего. Притчи 21, 25, 22, 13, 24, 30, 34. Алчба ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать. Ленивец говорит, лев на улице посреди площади убьют меня. Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного. И вот все это заросло терном. Поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь. И придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный. Притчи 26, 13, 26, 14, 16. Ленивец говорит, лев на дороге, лев на площадях, дверь ворочается на крючьях своих, а ленивец на постели своей. Ленивец опускает руку свою в чашу, и ему тяжело донести ее до рта своего. Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно. Владимир Мономах говорит, что ленивый не научится никакому ремеслу, а если какое и знал, то забудет. Ленивый – это зарывший талант, и он не спасется. Лень – это преступление против самого себя. Ленивых нужно высылать на необитаемый остров или в тайгу. Дать ему нужный инструмент, как переселенцам, и он научится работать. Ленивые – это паразиты. Их кто-то кормит, обрабатывает, а они только пожирают. С ленивым поскорее расстанься, иначе это болото может засосать и тебя. Мне приходилось лечить больных ленью. В первую очередь не давать им есть. Если это не помогает, поскорее их прогонять. Вид у них, как правило, у всех одинаковый. Толстая чрева, толстые губы и выкатились от жира глаза. Пенсии по старости, усталости, внукам дополнительные сладости, размышлениям, предчувствиям томим, глазками слезящимися в дым. Справки по утерянным работам, не хотя к собесам, собираются. Старость мнится в радость беззаботную, будет еще времечко, покаемся. От работы отвекаю, новости непривычно в зеркало смущаются. Как же так? С космической скоростью все песчинки у часов кончаются. Оба несоюзного значения так мечтали отдохнуть, развеяться. Но на очереди в очередь к лечению. По зубам невидимая пенсия. Тормоза расхлябанно расшаркались, переполненный брюзжанием рот. Капли от уролога, подарками, в память о веселье соберет. Истинная старость, плодовитая, листья и плоды на всей смоковнице. Холодильники не блазнятся корытами, протропили к храму стежки, постницы. Пожинаем щедро дар от юности, по наперстку радости отмерено. Борода белеет многой мудростью, с многоспанием сгинула, утеряна. На молитву проповедь искусственно не подвигнешься. Прошлое, прошлое в характере. Где пшеница? Кое-где лишь кустики. По краям давно потуших кратеров. Раскрути остатками знакомствами. Детям, внукам пожелаем лучшего. Верующим в Бога жив и на погосте. Послушание проповедь из-под навозной кучи. 26 марта 2002 год. Субтитры создавал DimaTorzok